Бульон И, между прочим, для детей это очень полезно, когда у тебя не вот на первом бульоне что-то готовится, на втором. Я всегда своим детям так готовлю супы. Вот. И туда я добавила одну луковицу, одну морковочку, чуть-чуть сельдерей, так, чуть-чуть, полпалочки, чтобы он не перебивал, потому что сельдерей, в принципе, очень-очень сильная такая вещь, может перебить тебе весь роман в бульоне. Чеснок, перец горошком, лавровый лист. Все. Все. Смысл в этом супчике в том, что, вот смотри, у меня бульон отдельно, а цыпленок-то отдельно, причем это куриные грудки, которые без кожи, как ты видишь, то есть вообще диетическое мясо, я нарезаю вот такими тоненькими кусочками. Дальше, смотри, как интересно. Я беру сковороду, на которой у меня нет ни капли масла, но главное, конечно, чтобы мне ничего не приставало, потому что тогда без масла тебе будет очень сложно обжарить цыпленка. Сковорода разогревается, но не раньше, чем она разогрелась, я туда отправлю цыпленка. Это еще не все. Как только бульон у меня нагреется, я тебе хочу рассказать, что этот суп я делаю для детей, поэтому я, кроме цыпленка, макарончиков и зелени, туда ничего добавлять не буду. Но тебя я угощу тарелочкой такого супа, я уверена, ты не откажешься, тебе должно понравиться. И туда я добавлю обязательно, вот это такой взрослый вариант, корешок имбиря, немножко перца чили, и еще у меня есть там кинза, и еще немножко сока лайма. Так вот, пока у меня как раз сковорода разогревается, чтобы не терять времени, перец чили, небольшой кусочек, естественно, без семян, но там семян и нет, режу мелко-мелко-мелко. Закипает бульон? Бульон закипает, это очень хорошо. Как только бульон закипел, уменьшаем чуть-чуть температуру и отправляем туда макароны. Макарон немного, варить их не больше 9 минут, чтобы они были упругими. Значит, тут смотри, макароны надо выжать такие, чтобы детям было интересно, какие интересные спиральки. Вот, пару горсточек, где-то третья часть пачки макарон, на полтора литра бульона. Так, пока макароны варятся. Сковорода разогрелась. Курица на сковороде. Значит, курица должна, в принципе, стать почти готовой. То есть, она должна перестать быть вот этого прозрачного розового цвета, а стать беленькой. Надо ее все время поворачивать вот так вот, чтобы она, естественно, не пригорела. Видишь, как она замечательная и без всякого масла. Тебе понадобится буквально минутка-полторы для того, чтобы вот курица стала у тебя практически полуготовой. И в этот момент я добавлю сейчас соевый соус, который натурально сваренный. И он и вместо соли, да и вообще придаст потрясающий вкус. Всего-то столовая ложка нужна. И запах сразу, ты чувствуешь, какой. Слушай, ну имбирь же вещь очень полезная. Может, и детям можно добавлять? Имбирь можно детям добавлять. Наверное, перец чили все-таки не все дети. Маруся очень любит острое. Петя не любит острое. Ему все еще кажется, что ему щипет язычок. Он еще не привык к таким сильным вкусовым ощущениям. Как только... Посмотри, соевый соус практически весь выпарился. И курица вся стала ровного, светлого цвета. Это значит, что мы прямо сейчас же, в эту минуту, отправляем всю вот эту красоту вот сюда в супчик. Теперь прошу обратить тебя внимание, что я засекаю время. И ровно через 4 минуты я туда добавлю еще кое-что. Поэтому у меня как раз есть время все-таки продолжить приготовление вкусных добавок. Если ты решишь кого-нибудь накормить взрослого так, то обязательно приготовь такие добавки. Обязательно. Ну вот у меня получилось где-то 2 столовые ложки. Но, в принципе, конечно, я не буду тебе все заставлять съедать. Нет, ты должна съесть 2 столовые ложки перца чили. Так, перчик ждет своего часа. Имбирь. С корешка имбиря снимается ненужное. И не на самой мелкой терке, а на такой крупной терке. Потому что, ты знаешь, вообще имбирь, он не только полезный, он действительно очень вкусный. И он довольно острый, у него сильный вкус. Но, тем не менее, когда в супчике попадается кусочек имбиря, это очень-очень освежает. Итак, вот не на самой мелкой терке, как я тебе сказала, а на такой средней. Я натираю имбирь. Получится где-то, наверное, с такого корешка чайная ложка натертого имбиря. Натертый имбирь и кинза. Ну, кинза хороша и всем взрослым и детям. Без нее никуда. И любят ее от нашего Кавказа до Китая и Таиланда. Так, это мое время. Вот рубленная кинза. И осталось мне добавить мой суп. Ну, не бывает, куриный супчик должен быть с овощами. А то он и куриный супчик. Так вот, немножко овощей, которые заморожены. Здесь хорошая смесь. Как раз все то, что мне нужно. Очень удобно. Пару горстей замороженных овощей. Все. Практически суп готов. Ты заметила, что это дело просто нескольких минут. Итак. Подаваться этот суп для взрослых. Так. Немножко вниз тарелки имбиря. Чуть-чуть перчика чили. Совсем чуть-чуть. И супчик. Собственно говоря. Все это украшается тензой. Тут мы не жалеем. И еще немножко перчика чили. Пусть он красиво смотрится. Все. А, нет, не все, не все, не все. Чуть не забыла. Это одно из самых вкусных добавлений, которое и с перцем, и с соевым соусом зачитается. Замечательно. И с перцем чили, и с имбирем. Несколько капель сока лайма. Лимона можно использовать, если лайма нет. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok